всем большой привет приветствую вас на своем канале любителей second hand с вами снова я и на вот такой сегодня у меня образ это льняные шорты которые находила магазине дискон place как раз в этом котором я сейчас я нахожусь на образцово вот сегодня предпоследний день завоза и сегодня будут очень классные находки и вот у меня опять очередное пальто мечты который раз я зарекаюсь что не буду покупать пальто в магазинах секонд-хенда уже потому что просто уже некуда их складывать я когда его увидела просто обалдела такое красивое пальто мне еще не встречалась наверное ни разу это 38 размер это винтажное так понимаю пальто называется мисс антонетте и судя по всему это немецкое пальто это пальто из стопроцентной шерсти 38 размера в общем идеал точнее даже здесь не клетка гусиная лапка здесь такая прекрасная гусиная лапка подобное пальто встречаю опять же повторюсь впервые подобный принт очень шикарно скажу наперед мальчики и девочки у меня его сперли пока я раскладывала вещи которые я не буду брать у меня кто-то его вытащил его еще одно худи известного бренда которые я вам покажу далее меня их вытащили я проглядела проворонила так сказать ну значит это была не моя вещь что поделать теперь перейдем к летним находкам неплохой топ от zara нашла понравился мне он бахромой который до сих пор в тренде выглядит нестандартно необычно то что в принципе я всегда ищу магазинах секонд-хенда то что необычное это что будет отличать как-то от других на 80 процентов этот топ из вискозы 20 процентов хлопок он такой струящийся за счет вискоза получается видите немного спереди удлиненный вот неплохой не знаю подумаю буду ли его брать еще не знаю так неплохую нашла я еще неплохое нашла еще пола с коротким рукавом это мужское однозначно понравилось цветом понравилось составом здесь идет по составу 50 процентов хлопок 50 процентов лен и этот лен как-то так конечно камера не передает но он как-то так поблескивает что ли ранее не встречала подобного подобных характеристик у льна не знаю за счет чего такое получается такой эффект необычный бренд называется центр line вот этот образ я собрал он очень для меня нестандартные почему сейчас узнаете во первых эти брюки это рабочие брюки я нашла их в отделе одежда для рабочих они новые там с этикеткой и это стопроцентный хлопок между прочим я вначале даже не поняла и понравились тем что это брюки карга они сейчас тренде у меня уже одни есть белые думала примерю ка я еще посмотрю и мне понравилась вот эта футболка от бренда праймарк в размере xs мне понравилось на своими плечиками конечно же я искала что-то подобное вот нашла впервые и получился такой как раз однотонный образ интересный мне понравился единственная бы эту футболку может быть немножко покороче бы себе представляла но в принципе ее можно из-за править классный образ как на мой вкус далее у меня образ из двух известных брендов дизель и ливайз футболка у меня бренда дизель как вы можете уже заметить хорошем состоянии но не в идеале все-таки камера не передает на немножко как бы я вот красным вещам отношусь очень всегда насторожен потому что бывает теряется цвет а на камере это не всегда видно вот здесь подобное есть поэтому я ее брать не буду а вот джинсы это ливайз на такой заниженной талии как вы можете увидеть он 505 модель но называется ну классно на попе конечно мне нравится как подобные джинсы смотрятся заниженной талии но не более того поэтому тоже подобное не хочу впервые нашла я шелковый топ вообще шелк впервые встретил от бренда эсмара ранее никогда не встречала у этого масс-маркет бренда ничего такого из шелка вот этот топ шелковый абсолютно и подклад по-моему вискоза что мне тоже понравилось но не понравилось большой объем декора как вы можете это увидеть ну это на большого любителя я такое не люблю я люблю когда что-то там может немножко совсем какая-то там блесточка где-то что-то добавим куэта камушек но этот перебор везде прям россыпи бриллиантов зачем это нужно вот мне теперь полный комплект ливайз получился джинсовая курточка от бренда ливайз нашла я вот такая она интересная стильная немножко оверсайз как и нужно как в принципе и должно быть данный в данный период нашей жизни как раз подобными джинсами из прошлого в принципе они сейчас пытаются нам вернуть же опять же не заниженную талию но все-таки как для меня это модель из прошлого остается это все вместе смотрится классно не могу обойти нежно-лавандовые оттенки примерила кардиган так как я ищу интересные кардиганы всегда бренд здесь неизвестен но сам кардиган очень стильный очень классный ну не скажу что укороченный как я прямо ищу но такой и не удлиненный средний такой средней длины мне понравился здесь по составу 50 процентов шерсть мериноса 50 процентов полиакрил но все-таки он колется поэтому брать его не буду а брюки к сожалению мне маловаты хотя это стопроцентный лен очень хотела себе брюки из-за льна еще в подобном оттенке это h&m восьмой размер поэтому они мне конечно маловато я десятый ношу обычно вот брюки если бы были на размер больше я бы себе взяла нашла интересный лонгслив в таком стиле думаю в стиле гранж правильно будет назвать посмотрите какие тут какой присутствует рисунок у нас интересный на этом лонгсливе модные девчонки в общем-то так смотрится интересно все такое яркое все такое блестящее цветное и кричащее в общем лонгслив на любителя бренд я не знаю написано только что из хлопка сделан и сделано в италии ну можно интересные образы с подобным составлять я здесь конечно брюки на другие все-таки подобрала было бы интересно нашла еще лонгслив от известного бренда известного даже дизайнера ну лиза кавалетти это итальянский известный дизайнер он сочетает себе утонченный вкус как пишут с нотками буржуазного шика ну не знаю кому как но лично как по мне слишком много всего опять же там тебе и цветы и разные еще какие-то узоры принты буквы ой слишком все пестро по ткани сказать не могу сустава нет не выглядит все таки это немножко устарело а вот находка очень классная нашла я свитшот от бренда Lagerfeld оригинал по крайней мере судя по этикетке этот свитшот утепленный классно сочетается с спортивными штанами которые я нашла в таком классном фиолетовом оттенке но они к сожалению великоваты мне размер L сползают резинка слабая как-то может а так вообще состояние у них классное но на мне они не сидят как хотелось бы мне вот они тоже утепленные брюки классный получился бы костюм очень хочу себе взять хотела себе взять этот свитшот от Lagerfeld но к сожалению его у меня увели вместе с пальто вот такая невнимательная ворона оказалась обидно и досадно ну ладно будем жить дальше как-нибудь с этим так вот эту находочку у меня слава богу увезти не смогли посмотрите нашла я худи от бренда Givenchy Paris тоже это оригинальное худи находила кстати подобные на сайтах на сайтах смотрела от 15 тысяч гривен и выше и до 30 до 40 тысяч гривен доходит цена посмотрите это оригинал везде гравировка бренда присутствует в общем я довольна хоть что-то у меня не увели стоящее обожаю худи различные спортивные находки с известными известных брендов я потому что фанат спортивной одежды и всего такого в спортивном стиле подобные вещи никогда не продаю потому что их ношу сама большим удовольствием состояние идеальное вот я вам показываю присутствует этикетка присутствует qr-код что это действительно оригинальная находка я удивлена на пятый день завоза осталась на месте просто очень странно я искала подвох как и в истории с Лагерфельдом все в идеале нашла любопытная платьица из вискозы на 80 процентов мне понравились здесь рукава буфы подобные рукава помогают уравновешивать фигуру когда она прямоугольного типа идет за счет того что расширяется плечи плюс если еще расширить бедра то талия получается более ярко выражена но здесь мне не понравилось что она все таки из вискозы и слишком ткань тонкая если бы это был более плотный хлопок это бы смотрелось лучше поэтому я не буду брать слишком очень облегает как будто не знаю смотрится ткань дешевый трикотаж к сожалению хотя подобное платье я хотела бы себе что-то подобное найти только более качественном исполнении так а вот этого платья туники я в восторге в полнейшем бы просто во первых что мне понравилось это здесь по составу вискоза и шелк видите вставки там идут из шелка внизу очень необычно причем такие оформлены очень такое необычное платье и как вы видите оно и двух слоев так выглядит оно как облегающее а сверху как будто футболка и рукава можно короче длиннее а-ля летучая мышь трансформе трансформера я себе в этом платье туалу пугачева напомнила она любила подобное платье только в более длинном исполнении хотя и короткие тоже у нее видала подобные мне очень нравится как подобное платье смотрится на мои фигуры они талию скрывает ноги подчеркивает в общем то все идеально редкая находка редкая редкая модель я однозначно возьму это платье так еще один необычный образ вам покажу такая жилетка меня заинтересовала видите она из меха кролика и плюс какая-то вставка вязаная но там есть дырки как обычно бывает кусочки из кролика очень часто бывают порванные они быстро изнашиваются подобные поэтому нет юбку нашла мне очень понравилось как она смотрится сейчас как раз подобные актуальные юбки когда идет часть юбки на запах плюс короче с одной стороны с другой длиннее это очень трендово но во первых она мне немножко не по размеру она должна повыше сидеть а во вторых здесь очень дешевый кожзам это видно поэтому если бы она была исполнена из ткани какой-то хлопковой это бы намного лучше смотрелось но этот кожзам нет абсолютно нет еще мне очень понравилось это кстати H&M понравилась вот эта вот футболка она из шерсти мериноса стопроцентной по моему да или на 80 процентов она очень стильная мне нравится хорошо ее носить на холодное время и здесь классная рукава тоже вытягивает плечи линию плеч и гармонично смотрится очень футболку я пожалуй бы их себе взяла так ну и самая главная находка этого дня посмотрите внимательно это конечно же сумочка это просто аут пятый день завоза сумка из питона очередная удивительная находка магазине секонд-хенд что еще можно сказать да она не идеально здесь нет застежки она вырвана но я у меня уже есть задумка как это исправить я вставлю фотографию как в итоге это выглядит у меня теперь я вам покажу смотрится очень классно в остальном сама сумка в хорошем состоянии единственное там еще есть нюанс на ручке но я тоже придумала как это обыграть такие сумки даже когда они не в идеальном состоянии стоит брать я считаю они очень классно дорого смотрятся они вытягивают любой образ ты всегда будешь в центре внимания с подобной сумкой это просто вообще мечта а не сумка я вам показываю ручку вот видите здесь вот сорвана кусочек кусочек кожи ну я сказала что я знаю как найти выход по крайней мере временный а далее я подумаю может быть и дам на реставрацию эту ручку пока похоже так как я задумала в остальном же сумка классная мне прям постоянно хочется ее трогать прикасаться к ней а принт кстати питона и принт крокодил вообще сейчас очень популярен а у меня настоящий не принт он самый настоящий питон внутри все прозаично винтажненько немножко карманчик порван надо будет его подклеить от на остальном видите все хорошо ну собственно говоря на этом и все надеюсь вам было сегодня интересно со мной ставьте лайки конечно же подписывайтесь на мой канал комментируйте обязательно комментируйте и заходите в мой интернет магазин я вас там всех жду целую пока